Да, я знаю, знаю, давно не выходил скраб-чаптер, я сам соскучился по своим недокорсарам, но, к сожалению, была техническая пауза в крюсейде имени королев Виктории, и тут уж ничего не поделаешь. Добро пожаловать в студию The Falls Emperor, в эфире новости, как всегда, здесь Михаил, Денис, и главная новость к этому часу, мне приехали покрашенные миниатюры. Это мои агрессоры, которые будут агрессивны, видимо, уже в 10-й редакции показывать. Хотелось, конечно, пожечь из огнеметов, это огнеметные агрессоры в девятке, но... С Реланта Вунд пожуж. Видимо, пожуж, да, с Реланта Вунд. Не забывайте пить вода. Шесть бокс-волкеров в моей... сколько их? 50? Не знаю. Они валялись, я решил докрасить. Вот, а также часть берсаков, у которых еще с закачками 100% никаких изменений не будет. Как вы понимаете, красть армию на разрезе двух редакций такой себе. И нет, Ром, я не буду играть на 2К берсаки против чего бы ни было в девятой редакции, это бессмысленно. Спасибо. Теперь к новостям менее интересным, что там происходило за эту неделю. Кстати, лорд-инвокатус бежит вперед, ведет всех. Если мы вдруг сейчас уедем куда-то вперед на сколько там, 12 дюймов? Ну да, ну, короче, скалт-мух, все дела. Это виноват он. Итак, у нас прошлая неделя прошла под знаком серафончиков, что-то там можно было предзаказать красивое... Пипежабу. Пипежабу, да. Я не устану про это говорить, но вот такой смешной. Она прекрасна, там показывали правила на нее, мы, конечно же, их не читали, потому что мы в аусе, что, Михаил? Ни черта не понимаем. Лучшая игра во вселенной, я уверен, 10 из 10. Чем меньше понимаешь в игре, тем больше она тебе нравится. Я вам так скажу, друзья. Не совершайте наших ошибок, слишком не разбирайтесь. Да, начинаешь в правилах, начинаешь грустно становиться. Почему такие злые-то? Не то, что у нас велосипеда нет, а просто начинаешь влезать, такой, твою мать. У меня два велосипеда. Два? Да. Слабак и баба. А у тебя? Только в этой комнате их два. Еще два в багажнике сейчас, а также три самоката. Не то, что все мои. Ладно. Компенсируешь. Как бы, но, да. Факт фактом. Я посмотрел бы, как ты на велике своей дочке катаешься, Денис. Это беговел получается, Михаил. Ладно, да, тоже. Просто между ног зажал и побежал. Серафончики получили также книжечку красивую, в красивой обложке, если вы хотите. Выглядит прикольно. Все там такое а-ля Майя. Если вы фанат от стеков, да, то прям вообще лайкос. Если не фанат от стеков, ну как бы не лайкос. Да, ставьте дизлайк. Плюс-минус, короче. Титаникус Кэмпейн Кэмпейн Кэмпэйн Кэмпэйн Дюм тоже вышел. Можно купить пушки какие-то. Спасибо, не надо. Наушники для айфона продают. Кстати, почему, как ты считаешь, они в своей рекламе книг, аудиокниг, все время подкладывают два наушника? Как бы намекая, эту лучшую чушь, кроме себя, никому не давать слушать. Возможно. Возможно, это продакт-плейсмент. А чьи там наушники? Это же айрподсы, по мне. Айрподсы? По-моему, айрподсы. Такие. За этим стоит Apple. Вот так. Apple, алё! Но у нас гораздо интереснее конец этой недели, потому что что? Правильно, патруль берсаков выходит. И вот видите, я уже готов к битвам патруля, потому что что там? Куча берсаков. У тебя берсаков не хватает. Инвокатус. Я возьму с полки старых. А культистов? Культисты заменят культистов. А шром? Шром, да. Короче, просто инвокатус, куча берсаков и пачка культей. Ну, две пачки берсаков и пачка культей, да. Не, ну на самом деле, как бы, с одной стороны, конечно, очень однообразные. На самом деле, вот этот старт коллектинг заменили бы одну пачку берсаков, честно говоря, на айтбаундов бы коробку. Я так понимаю, что типа, как они все сразу интуичили, что айтбаундов не купить. Как бы сейчас вот так вот нормально пойти. В том же голфише лежит инвокатус и шакалы. Пожалуйста, бери. Не дошли до меня экзалтеды, хотя я их заказывал. Кто-то их где-то подрезал, да? Вор верни экзалтедов. Но, тем не менее, вот уже можно понять, чем этот патруль вряд ли будет изменяться в 10-й реферации. Соответственно, вот таким и можно будет играть прям в воины патрулей, когда выйдет 10-ка. Что очень классно, что мне нравится здесь, что, в отличие от многих старт коллектингов, которые пошла эта мода вставлять туда, или этот, Борнин Патрулей, вставлять туда именных персонажей, здесь плюс то, что инвокатус это дуал кит. И вы можете собрать как инвокатус, так и лорда. И можно типа, если вам, ну если вы новичок, хороший старт. Если вы не новичок, у вас на Дели эти вот условно есть, инвокатус, например, собран, вам все равно можно собрать просто лорда на джаги. То есть, ну хотя бы там две коробки можно точно купить. Вот, в этом плане оно все-таки удобно сделано, так что хорошо. Ну, блин, так бы все были, вот, чарактеры с дуал китами, было бы вообще офигительно, прикинь. Ну, кстати, инвокатус, ладно, вообще очень жирная коробка. Вот в плане набора это очень круто, потому что там же не хватает, по-моему, только одной тушки этой собаки. И тогда из этого, если вот откуда-то достать тушку, там 3D-печат, но есть уже, по-моему, по-моему, заранее сделанный, или литую, ты просто берешь и остальные битцы от второго, и у тебя два лорда получается из одной коробки. Вообще лайкос. Ну типа вот все бы так делали, да? Я спокойно готов купить эту коробку прямо сейчас, несмотря на то, что как бы там нет экзелтодов и айтбаундов. И у меня есть и инвокатус, и коробки берсаков. Две коробки берсаков. И Ак-шакалы есть. Я все, наверное, взял. Ну, все равно для армии берсаков-то полезно иметь. Да. В любом случае, там, например, с закачками, я не люблю магниты, типа сейчас, любые вообще закачки берсаков, пожалуйста. Made to order champions of chaos. Вот эти парни как-то состарились не очень, можно сказать. Да, ну это так, типа чисто поорать, потому что буквально все эти модели уже у нас переизданы. Ну, только разве что типа вот этого лорда, вот этого с комби-мельтой нету, разве что в каком-то виде. Ни разу вот, у меня их несколько было металлический, литой, откуда-то так вот вытащил, еще какой-то вариант. Я ни одного и так не собрал, потому что так и не нашел к чему. А сейчас они такие карнанчики получаются. Ну да, они грустненько выглядят. В принципе, нет, все модельки прикольные в свое время были. Ну, хотя нет, на самом деле, старый ободон мне никогда не нравился. Урод уродом, на самом деле, полный какой-то, не знаю, чмо и чмо. Из базовых терминаторов лучше можно было собрать. А зато прикольные были вот эти вот четверо дебилов, этих каждого бога. Они прям прикольные были, особенно ругли тот пузатый такой. Ну, ну, хорошо, ладно, все классники, все классники. У меня из них только прям слонишицкий достался. Где-то я на ebay его подхватил и все. Знаешь, что у меня есть, Денис? Почему могу тебе его отдать? У меня есть раритетный, лимитный, металлический сержант Берсаков. Он, правда, не вот как вот этот дебил одним куском идет, а он из нескольких кусков такой прям. Ну, кстати, до сих пор даже неплохо смотрится по мне. Ну, поза была динамичная, чем он. Я думаю, что рядом с этим пацаном он будет дедушка. Ну да, он почтенный. Приведем вас через галактику. Ну, он просто тяжелый. Видишь, эти такие легенькие, пластиковые, они так легко бегут, а он такой металлический, он просто как-то терминатор, настоящий убийца. Но вообще из него можно делать даже сейчас этого, какого-нибудь там капитана можно делать себе прикольный. Ну, в смысле, ларда. Ну, вообще, не важно. Зачем я это рассказывал, вы спросите, херена его знает. Просто так, рандомный факт. Похвастался. Ой, ты какой фуфлагон, а! Bahama Underworlds with the Hollow. Здравствуйте. Новый сезон Arkhamer Underworlds, где у нас в очередной раз в тысячные, наверное, сходятся Дзенчиты и Штормкассы. Я только сейчас понял название это, потому что я, честно, раньше не обращал внимания. Мне напоминает этот тевер, что он называется Вирдхолл. И вот это вот такая там дыра. А ещё кто знает, кто подписан, например, на Терл Кэббета, помнит последний обзор про фильм, где мужик совал писюн в коробку, где было какое-то нечто. В общем, опять же... Видишь, дырку с нечто... Да, как бы всё, готов уже к делу. Ну, короче, не знаю, зачем вам эта информация. Вот невыспавшийся Михаилка всегда обращайтесь. Невыспавшийся Михаилка вернётся с этим дебильным фактом в следующий раз ещё. Слушай, тебе нужно какую-то нейросетку создать по тому, чтобы она выдавала твои вот эти невыспавшиеся мысли. Возможно, да. Вбиваешь что-нибудь, она на эту тему начинает тебе рассказывать. Ты знаешь, это есть такое произведение, где, короче, вот это вот всё. Это будет просто называться «Разум Михаила». Да. Middle Earth Strategy Battle Game. Как выглядят эти стратегические баттлы в этой игре, ты считаешь? В смысле? Мне казалось всегда, что это больше там, типа, вот, ты собрал четырёх хоббитов и ведёшь там их, и гейммастер такой, типа, ух, там, вот орки на тебя напали. А тут стратегический баттл, что происходит вообще-то? Это сейчас какая-то постметаирония или я что-то вообще не понял? Я серьёзно спрашиваю, как вы «Идбой» в Middle Earth? Ну, там дохреномады. Какаос? Я понял. Какаос, на самом деле, правила ОС-то взяты-то в основном оттуда. Да, вот так. Я не знаю, правила ОС-то, конечно, напоминаю, но тем не менее. К чему мы это? Сейчас задудосил меня, я сейчас реально думал такой, типа, сейчас ты прикалываешься надо мной или нет? Или какая-то постметаирония пошла, или что происходит? Прикольно. Голова лежит. Голова прикольная. Я не знаю, зачем вам нужна эта башка, выглядит прикольно, конечно. Покрашена красиво. Я задумался, в какой момент что-то старое становится достоянием искусства? Типа, вначале они такие, «О, мы сделали охрененную статую». Я помню, что стоят такие с ладошками, типа, сюда не плавают. Круто. Потом, типа, всем насрать настолько, что она падает и выглядит просто как грязь какая-то. Типа, не знаю, кусок фундамента, там, стены, все ходят такие. Ну да, когда-то это там было чем-то важным, а сейчас это просто никому не нужно. А потом кто-то через сколько там столетий такой откапывает, полголовы, охренеть, везем срочно в музей. Это мы сейчас про Middle-earth или про реальность? Я запутался. Я запутался. Смотрите. Я все это время сейчас и пытался сидеть, вспомнить, но, блин, статуи-то целые там стояли относительно, вот эти вот с ладошками. Не все. Да? Middle-earth, мне кажется, в основе вообще, когда создавал Tolkien, он как раз вот это пытался атмосферу передать какого-то древнего мира в древнем мире. Вот там куда-нибудь идешь, какая-то легенда, там, помнишь, они пришли, где напали назгулы на бедного Фрода, в какой-то, какой-то он там забрался на какую-то дозорную башню древнюю. Я, конечно, могу сказать, что он пытался создать мир, где описано на целый разворот, как жарить помидоры. Вот, так что у меня вот уже травма детства до сих пор. Димиш, мне кажется, ты какого-нибудь Драйзер не читал? Нет. Короче, есть такая книга, если что, я не знаю, все время кому-нибудь что-нибудь рассказываешь, оказывается, все знают. А когда так вроде спрашиваешь, никто не знает. Короче, есть трилогия, по-моему, «Финантист», «Титан» и кто-то еще считается, типа, рассказывает про то, как люди деньги, типа, там, в Америке 1800-15 года, типа, там, крутили. Я такой, ну, понятно, циничная максимальная хрень, сейчас будет рассказывать, как он там, типа, замутил сюда, деньги сюда вложил, здесь, значит, какие-то крутанул. И там действительно есть такие главы. Но по большей части ты сидишь такой, типа, он решил построить тебе дом. Значит, отделочка вот таким камнем, здесь будет такая вот галерея, окна будут выглядеть вот так и так на главу. В следующей главе ему понравилась девчонка, она такая рыжая, и он, в общем, она прям молодостью дышит, и, короче, вот он с ней там мутит. Так что, знаешь, Толкин, который там помидоры просто рассказал, как приготовить, просто хороший рецепт был. Он обязан был поделиться, у него было много места, много действий. Блин, да на самом деле дебильный рецепт, дебильный рецепт, вот в чем проблема, дебильный рецепт. Но вы пробовали как-то на огне готовить помидоры? Я, как профессиональный приготовитель от жопсандала в первом поколении, могу сказать, что это, ну, тяжело делать, потому что они сваливаются, как только начинается, они до какой-то степени прожариваются, они начнут сваливаться, на чем вы их не нанизали. Я сильно сомневаюсь, что Хоббиты в поход с собой брали, блин, решеточку, на которой они жарили помидоры. Ильфийские хребцы ел? И нахрена, нет. Это же отвратительное. Да? Конечно. Ладно, согласен. Ну, все, ильфийское отвратительное. Голова упала, хорошо лежит, Тирейн, замечательно. Красиво. Краски от Тирейна. Ну, сет, нормально, хорошо. Ну, типа, проблема, опять же, набора... Это база. Это база. На самом деле, главная проблема этих всех сетов только в том, что если вы живете где-нибудь, например, в Европе, в Америке, короче, где есть официальные магазины ГВ, там зачастую вот пришли, купили прямо сходу, отлично, или заказали вам, пришли туда. Если вы живете хоть где-то дальше, где нет официальных магазинов ГВ, или вы покупаете неофициальный магазин ГВ, с большим шансом заказывают краску, что произойдет, вам приедет говно. Потому что, во-первых, ну, перевозить, напоминаю, краски очень плохо в мороз, а мороз так или иначе в логистике участвует где-то там, ну, четверть года, вот, и это уже проблема. А во-вторых, большая проблема вот этих всех наборов, сколько они хранятся в магазинах. И, то есть, бывает, как бы, ассортимент быстро пополняется, это свежая коробка, там зачастую нормально все, но если это полежит там годик в магазине, вы купите, короче, себе кусок этого пигмента, ну, как бы, отлично, лайк, круто, но не очень. Ну, это так, на всякий случай, напоминаю новичкам, но хотя справедливости ради, мы сейчас знаем, что эти наборы, они новые, и сейчас они все будут новые в магазинах, а старых там банально просто не будет, но пройдет еще там годик, и уже, как бы, надо смотреть, что вы покупаете, я разлил воду тем временем. Ну, это, знаешь, свойство воды, она разливается, не переживая по этому боду. Ну, таких наборов там несколько, и, действительно, я думаю, что особо о них что-то рассказывать не стоит. Я с наборами был иди сразу связан, купил вот в самом начале, и, действительно, какие-то краски просто, типа, лежали, никогда не были применены, а самые часто используемые, они просто быстро ушли. Ну, да. Мне было, наверное, на тот момент, я покупал это первым, естественно, набором, просто, типа, я не знал, какие краски мне могут понадобиться. Взял набор, там были сразу и кисточка, и эти самые... Эспандер? Ну, кстати, удобно, да, развиваются. Кусачки, 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 в общем, кусачки-то, по-моему, все еще лежаткие самые, да. Кусачки, хотя я их немножко подпортил, пытаюсь перекусить проволоку, вот такую достаточно хорошую, но, тем не менее, действительно, это набор, понять, что тебе нужно максимум. А там набор не совсем, на этот поход. К новостям канала. В понедельник, как правильно делать кулачок? Фистинг. Простите. Рассказывают на основе килл Тима, там кустодисы против фистов, по-моему, перских сражаются, вот, приходите, ну, уже можно смотреть. В среду мы решили сделать рокировочку очередную, и у нас будет в среду закрытый стрим, а в четверг открытый стрим. Да, на всякий случай, да. Почему мы всегда, чтобы вас держать в тонусе. В тонусе, да, так что, короче, учтите, помните, в четверг, в среду, в среду закрытый стрим будет, спонсорский, премиальный, в четверг будет хобби стрим, будем красить ларгара. Вот так вот, будем красить ларгара, приходите, смотрите, мы будем красить ларгара, ну, я буду красить ларгара. Я, кстати, новый эквипмент купил для стримов, так что у нас картинка будет ещё лучше, так что приходите посмотреть, не более, ну так, типа, поглазеть просто. Я уже видел, прям... Я купил, короче, здоровенный шар, просто вот. Типа, подумайте, нахрена мне нужен здоровенный шар, здоровенный, стальной, там, стальной или алюминиевый, там, 50 на 50, в зависимости от того, как я часть. Главное, беречь его от повстанцев. Да, но в нём нет дыры никакой, так что всё в порядке, вот это уязвимые дыры. Можно им кидаться в повстанцы. Короче, здоровенный шар поможет нам в стриме, приходите, покажу вам здоровенный шар. Своей шарой покажу. В пятницу, в скрапчаптер девятый выпуск, люди спрашивали, да где новый скрапчат? Не волнуйтесь, ваши миньки от вас никуда не идут, напоминаю, что всю армию, которую мы в рамках скрапчата разберём, мы обязательно разыграем между подписчиками, которые собрали полностью фразу секретную, которая распредана по всем этим выпускам. И это всё ближится и близится, потому что заканчивается театр-редакция и заканчивается крюсейд в Королёве, в котором, собственно, мы собирали этот скрапчаптер. Так что готовьтесь, уже скоро нужно будет подбегать к нам на стриме, показывать ваше секретное слово. Знаешь, что мы ещё не рассказывали? Людям что-то давно мне сказали, что у нас выходят спонсорские ролики про внутреки канала. Друзья мои, я абсолютно прав. Вчера буквально Михаил сидел под деревом. Не дай я пишу эту картину. В начале, в пятницу, прошлой пятницу, вышел спонсорский от Дениса, где Денис исторгает из себя нечистоты. Ему плохо, Михаил заразил его, и он ему плохо. Ну, там уже, возможно, хорошо, но, тем не менее, уже стало хорошо. А вчера буквально вышел ролик, где, знаете, представьте себе картину. Молодой самурай сидит под сакурой, и вот летят такие листья, красивый кадр. И представьте, то же самое, только там не сакура, там ель. И под ней сидит Михаил жирный, в домашней одежде, заспанный, с ерошными волосами, но зато пьет этот, что я пью, Денис? Шиповник, шиповник пью. Я ждал минусы, но пока все. Да, но я рассказываю вам какие-то дела. Сижу по поводу, сидел пока, потому что сидеть на корнях записывать ролик очень неудобно. Вы спросите, Михаил, зачем записывал на корнях этот ролик? А можете узнать об этом, потому что я тупой. Собственно, мы в этих роликах рассказываем всякую внутреннюю кухню, а также это такие телепевтические сессии, где Михаил, например, рассказывает, что посмотрел, что на него повлияло и в какую поликлинику его повезут завтра на проверку. Я тоже самое рассказываю, собственно. Кто хочет ближе с нами вместе и с каналом проводить время, пожалуйста, есть специальная подписочка на Boosty 2. В понедельник, в пятницу выходят эти ролики. Также Друхари, 34 выпуск в эту субботу. Тоже у нас сезон Crusade подходит к концу и там. И, наконец, итоги, где у нас Лестник и Михаил Михеев подводят итоги четвертого сезона пасты. И это последние итоги, кстати, в этом сезоне. Потому что что, Михаил, мы уже с тобой начинаем новый промежуточный... Промежуточный микросезоник. Мы играем в елис по пасте. Если что, уже пара партий прошла. Первые отстрелялись с пушки. И, друзья мои, возвращение в седьмую редакцию, конечно, это опыт интересный. Я могу сказать, что это не седьмая редакция, это какой-то вурдалаг. Ну ладно, об этом будет как раз в нашем выпусках. Да, так что готовьтесь. Все это уже в ближайшее время. Мы будем вам рассказывать и показывать. И еще важный момент. Спарк прошел в эту субботу. На нем было всякое. Все было всякое. У нас, ну, из интересного, что самое было. У нас один из подписчиков наших, который занимается тем, что делает Террейн. Он как-то Денису, собственно, приносил Террейн. Вот стоит этот Оручий, да? Там еще колонны. А, вот эта колонна от него же, да? Ну, вы, скорее всего, могли их видеть уже в роликах у нас давно. Ну, относительно давно. Вот. И он сделал для Спарка, сам вот, типа, взял и принес, говорит, знаете, вам Террейн на стол. Он сделал кучу руинок, точнее, не руинок, а это куча всяких стенок, типа пещеры и все какого-то такого. Забавно, что он смог каким-то образом формфатчить или как это. Короче, сделать в виде стенок, но формфактор практически вот стандартный ГВш на сейчас построение, типа там руинок и прочего. Вот, прикольная штука, все сидели, нюхали лак, потому что он был свежеповлаченный, приятно, вкусно пахло, народ доволен был. Вот, прикольно, спасибо тебе большое. Ну, и мы сейчас продолжаем нашу вот эту идею с, как его, с созданием своего фонда Террейна. Наконец-таки у нас первые два стола полностью собран Террейн, осталось вопрос, типа, покраски. Я, собственно, начал его красить. Ну, и, по идее, на следующий этап у нас, наконец-таки, будет завершен, типа, уже стол с кучей контейнеров. Хотя, когда я начал грунтовать контейнеры, еще не повесился. Ты предвидел, что контейнеры станут играбельными. Я, вот сейчас, вообще, знаешь, контейнеры, ладно, контейнеры, ладно, что ты понял, вот, чем мне мозг просто такой взорвало, я такой, охренеть. Короче, мы там с Лехой, Леха помогает мне там делать тоже Террейн. И мы с ним обсуждали, что нам сделать. И у нас от контейнеров оставалось, что, знаете, там в наборах лежит куча, короче, бочек и коробочек. И я ему говорю, давай, сделаем тогда эти палетки. Я видел, он делал до этого палетки такие деревянные. И на эти палетки их выставил. Ну, прикольно, как раз, выглядит, да. Он, короче, делает их, эти палетки, все, мы, короче, сделали. И тут хрена, вот прям там, пусть они, с ней выходит статья, в которой, ну, прям, буквально показано, типа, бочки, палетки. Вот это, короче, мы бунганули неожиданно. Вот это совпало. Вот так вот, так что, смотрите-ка, что у нас есть. Мы уже готовы к десятке сразу же. Десятка еще не вышла, мы уже готовы. Так что, короче, я не знаю, какое-то форсирское видение у нас рубилось, и неожиданно много таких хренак, и уже готовы к десятке. Я думаю, что, как бы, не только наши новостные выпуски с Моллингейнс, вообще, но и камеры в Голдфише где-то тоже повешены. Ну, подсматривает собак, как бы, хотелось бы сказать, а-ля, 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 хватит воровать, ну, ладно, эти идеи воруйте. А, ну, кстати, интересно, что у нас, кстати, сейчас стало больше появляться еще новичков. Причем, вот, был один человек, который играл за Ватанов, который играл вообще свою первую партию в Вахе, ну, с его слов. При этом, кстати, как отметили игроки за его столом, правила он знал, возможно, лучше, чем те, кто играли не первый раз. Вот, Митродор говорит, что он правила, вот, ну, по-моему, знал лучше, чем сам Митродор. Ну, или, может быть, Митродор просто прибедняется. Вот, но, тем не менее, у нас ходят новички, все, прям, вообще, короче, ловко сочву, гномы появились, прикинь, выкопались. У нас не было до этого, ну, Ватанов были в единичном числе, теперь у нас, короче, бригада Ватанов объединилась. Теперь карлики напали, кстати, откусили кусок от Империума, прикинь. Вот так вот, коварный, коварный гомик. Гномики. Кто-то сейчас в комментариях напишет, обидно. Записали. Записали, да. Вот, такие дела, можете записываться, опять, как всегда, на следующий этап, он у нас пройдет через две недели, как всегда, это пятая или шестая, ну, короче, через одну субботу. И мы плавненько в десяточки подходим, которая на этой недельке вышла в виде трех статей, по-моему, всего лишь. Мы, в целом, все осмотрели, но можем немножечко, как бы тут, опять же, подумали, посмотрели, что комьюнити пишет. У нас есть некоторые товарищи, которые никак не могут понять, как работает Террейн. Террейн, вот, но... Герман, здорово, да. Объясняем, что там все кристально ясно. Просто английский язык выглядит вот так вот, там работает от не, а на русском проще говорить. Ну, мы сейчас пройдемся по всем этим статьям, все равно, потому что, может быть, кто-то не смотрел у нас, так или иначе, колбосятина. Хотя, почему ты не смотрел колбосятина? Иди, посмотри колбосятина. Вот, но если не смотрел или забыл, или хочешь, чтобы мы наговаривали новости на два часа, как всегда, то мы сейчас это расскажем вам. Что, пойдем по очереди, наверное, по статьям всем просто? Ну, не то, что будем все опять расписывать, но, тем не менее, короче, Михаилу нравится то, что убрали фазы лишние. Все, что убрали, Михаилу нравится. Вообще отличная фаза, вот, в которой все убраны, и такие крутые вообще. Вот, типа, все фазы убрали, а все бы игра была великолепной. Просто пи-пи-пи, у солдатиков не несет. Поясняем. Магия теперь разбежалась с твоей фазы по всем другим фазам, где она будет что-то делать. Типа, стреляешь в фазу Талибе, там, типа, качаешь команд фазу и так далее. А фаза морали прибежала вперед в команд фазу, где вы будете... Вот это самое непонятное сейчас, на самом деле, изменение, потому что к концу, как бы, партии не прощалась бы она в постоянное кидание морали за все юниты. Ну да, и плюс к тому же, есть опасение, что, ну, самое главное, то есть, типа, идея прикольная пока что, потому что мораль выглядит, как, пока что, самая лучшая мораль, которая была у нас, в принципе, в настолке. Потому что, ну, из тех, которые я застал, типа, там, с третьей редакции, это самая прикольная мораль, потому что все остальное, как-то говнище. Ну, ладно, говнище разного порядка было. Иногда оно нормально было, иногда плохо, иногда оно плохо работало в определенный момент. Там, типа, а-ля, вот, например, очень многими раз свип, типа, вот, и семерочные, и сторочные, мне тоже, в принципе. Понимаешь, что вот это ощущение, ты добрался, и нахрен вынес, все, ты молодец. А в восьмерке ты пришел к какому-нибудь ключевому отряду, ну, от тебя фаллбэкнулся. Ну да. Спасибо, хрубычок. И, напоминаем, или вы еще не видели, какие новости, собственно, если ты провалил ледак, у тебя отнимается objective control, ты не можешь контролировать точки, а тебе нельзя эти стратегемы, и что-то еще там. Да, и самое-самое, что важное. А, если ты фаллбэкаешься, то надо этот desperate breakout тебе поправить. Скорее всего, это будет, там, кидаешь кубы и накалы, у тебя модельки там. Ну да, дохнут. Причем, что особенно важно, что вот это прям вообще, типа, взрыв мозга, просто пушка-бомба, то, что ледак теперь кидают не только отряды, состоящие из больше, чем одной модели, а кидают, ну, такие отряды кидают ледак при потере половины моделей, а зато все юниты, состоящие из одной модели, кидают ледак при потере половины вундов. Вот это вот круто. То есть, техника и персонажи. Я просто видел холст рейдж, и все. Да, да, да. Вот, и, соответственно, наконец-таки, наконец-таки, у нас какие-нибудь ринки, ну, типа, появляется смысл, ну, то есть, в узких ситуациях, конечно, имел смысл, там, ледак у ринок, там, HR, потому что на большинстве случаев оно вообще нафиг было не нужно. Теперь хотя бы стат реально значимый, типа, зачем, зачем нужен ринк и теперь ледак, потому что она может его провалить, ну, как бы, этот. И я же такой скажу, типа, почему ринка испугалась? Ну, нет, ну, типа, там, контузило пилот, вы их там долбили ракетами два хода, как бы, половина рины уже развалилась, как бы, ну, наверное, им плохо внутри стало. Вот, это прикольно сделано. Причем, кстати, средний морский ридак теперь шестой, и надо, соответственно, кинуть 5 плюс или 6, то есть, надо ровно или больше? Плюс. Больше 6, да, надо кинуть. Ну, как обычно, это армор. Да, соответственно, ну, армор тебе надо кинуть ровно или больше. Да, и так далее. Это тоже, а, ровно или больше. Значит, надо кинуть выше пятерки. Ну, кстати, ладно, маром еще более-менее проходить ледачок. Вот, это прикольно. Единственный главный минус, пока опасения вызывает в плане баланса, это в плане того, что не превратилось в то, что первый ход опять будет трахать, ну, как бы, всех, потому что вы можете на первый ход, вам не надо убивать целевые отряды противнику, вы просто можете натыкать ему везде, ну, сносить там половину вот этих вундов, ну, по-моему, все, вы не снесете ему за первого, но, тем не менее, насосить вунды, и, как бы, противник начинает у вас игру не только с потерями, но он начинает еще и с юнитами, которые не способны уже на какие-то действия. В принципе, они не могут там поскорить, не могут применять стратегемы, что потенциально может быть плохо. Ну, посмотрим. Может быть, хотя даже если снимут это, не знаю, то есть, типа, на первый ход ледак не кидают, напишут, не, не то, чтобы решить. Может быть, может быть. Короче, это сильное изменение. В целом, мы думали, что магию поменяют, потому что магия меняется в каждой редакции, переворачивается. Она ушла от марталок, пришла к профилям, это сделает ее более разнообразной. Кто-то, конечно, пишет в комментариях, что, не, ну, вместо пушки у меня, то есть, вместо, действительно, отличающейся от оружия механики, у меня просто пушку другую дадут, которая по-другому стреляет. Но это сложно, как бы, пропихнуть эту идею, потому что мы просто были марталки во все. Да. Просто марталки. Ну, типа, девяточная магия в плане этого, ну, по мне, самая кастрированная из всех видов магии, которая существовала сейчас, опять же, в фэффектном редакции, потому что, ну, это буквально у тебя однопрофильная всегда вот эта была атака. Да и на самом деле, вот честно, опять же, почему я рад особенно вот этой сейчас магии, которую мне показывают, потому что, например, если мы не говорим про атакующие, а про все другие виды магии, да, что у нас вот испокон веков магия постоянно кинь кубики, там у тебя что-то прокинулось, ты что-то скастил, можешь получить себе по жопе от перила. И вот, и вот, и всегда немножко менялась сам факт, когда делалось, то есть мы еще привыкли, там, сейчас два кубика кидали, раньше ты сам выбирал сколько кубиков кидать на зависимости от ворчажей, ну, вот, вот это вот все. Но то, как оно вот сейчас сделано, с одной стороны, конечно, да, вот это убрали механику кидания кубов, но, во-первых, оно стало немножко предсказуемым, хотя я не очень люблю предсказуемость вахи, это такая вся штука, но зато, как бы, меньше вот этого лут-нарративного диссонанса, что у тебя вот этот вот там, типа, Либер-космодесанта, который там 300 лет служил, вышел на поле боя, словил перила, у него башка взорвалась, он сдох тут же, вот, ну, типа, это что, вот, как бы, вот, у тебя Псайкер, это стало стабильной единицей, типа, какой-то боевик. Самое главное, что сейчас, походу, пропадает, что было раком, который не могли никак поправить, то, что раньше, чем больше у тебя Псайкеров, тем сильнее ты начинал доминировать над игроком, у которого есть не отсутствие Псайкеров, как таковых, а вот их мало, потому что, если у тебя отсутствие, ты хрен с ним, ну, как бы, ты не можешь ничего подинать, ну, и тебе ничего не могут подинать, но вот это вот, что началось у нас, особенно, там, под конец, восьмёрке, ну, и, на самом деле, сохранилось, так или иначе, и восьмёрке, и в девятке, просто в другом немножко, в фарфакторе, что вот, типа, ты играешь за Псайкеров, где-то один Псайкер, Мара, например, за фракцию Маров играешь, против тебя играют Серые Рыцари, хрен ты чё прокастишь вообще, вот, типа, у тебя есть один Либр, и он не делает своих обилок, потому что просто Серый Рыцарь будет им их выключать, 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 выключать и выключать, и всё, и ты не сможешь ничего сделать, ну, или там, подобные, типа, тысячники какие-то. В данной, пока что, по крайней мере, с того, что мы увидели, показали, что ты берёшь Либра, и он работает, ты попал на Серых Рыцарей, он всё равно работает. Да, там, наверное, у них будет защита от психикатак, вот этих вот, как мы увидели, что есть защита от психикатак, это четвёртый а-ля ФНП от них, но зато ты там, хотя бы твои пассивные бафы будут всегда работать, а не так, что ты такой, ой, смотрите-ка, я взял модель, которая делает что? Правильно, ничего, вот великолепно, так что это хорошо, я считаю. Ну, если реально убрали вообще косты, убрали перила, ну, то есть, пока, кроме слова психик, на это ничего не указывает. Не, ну, типа, вот есть, типа, а-ля близкое к перилам, то, что можно делать усиленную версию смайта, и можно, типа, ловить там, как перегревы, ну, и вот, например, у орков, у них можно получить по жопе, типа, юниту... Ну, то есть, будет прописано в конкретном заклинании. Пока ты как что-нибудь слабенькое качаешь, тебя никто не трогает. Это сильный переворот, нарративный, естественно, для варки, потому что до этого мы всегда, типа, боялись, что кто-то из варпа обязательно... Ну, весь бэк на это, значит, открытый разум, это, значит, дорога для варп существ в нашу реальность. Будем ли мы сильно переживать без этого? А чёрт его знает. Посмотрим, опять же, когда выйдет уже. Сейчас, и вообще, ну, ладно, мы подведём итог, когда обсудим все вот эти новости по новой редакции. Техника показали, что она в ТАФ не увеличилась, причём принципиально достаточно, и насколько это повлияет теперь на её живучесть, всё ещё непонятно, как мне кажется, в плане того, что есть всё ещё сержанты, лейтенанты. Лейтенанты. Не, ну, она точно... И так были вот эти обилки на автопробитии, это так как было, так и остаётся, видимо, да. Не, ну, она точно станет живучей, как минимум, чисто за счёт того, что в целом, ну, пока что мы видели всё-таки меньше. В среднем стало и АП, и атак, и всего типа, что, ну, в этом плане лучше работать. Плюс, ну, ТАФНА настолько возросла, что, например, вот это всё оружие, которое раньше на 5+, пробивало большинство техники, теперь пробивает уже на шестёрки только. А то, что мы привыкли, что было таким прям профильным антитехом и хорошо ломало, оно, возможно, так и будет, но уже гораздо хуже, потому что теперь та же мельта на... ну, точнее, мы не видели базовые мельты, мы видели мельт-райфл у этих как-то, эридикаторов, и у них, типа, крутая мельта, условно, предположим, да, она имеет девятую силу, как и ТАФНА Уринке, то есть она ринку выйдет на 4+, типа, это круто, ну, типа, выживаемость точная поднимает, пока что. Вот, может, конечно, и появится, какая-то ещё хренота там непонятная, но это ещё как бы будем посмотреть. Вот, ну, короче, это мне нравится, это лайкос пока что с техникой. Ну, в целом, да, очень много стрельбеев, в целом достаточно универсальные, которые, типа, ломало всё, там просто насыпают и гарантированно достаточно твою технику уничтожают. Бороться с этим именно ТАФНОЙ, ну, чёрт его знает, посмотрим, как это будет выглядеть, потому что, очевидно, они всё это тещат, они смотрят, типа, что нужно... Просто я вижу это именно как эволюцию какую-то, они не придумали что-то новое, как технику подать, а просто, типа, решают проблемы, которые у них возникли. Ну, это просто балансное, да, скорее, изменение, причём оно, на самом деле, само собой напрашивалось, потому что, если посмотреть на девятку сейчас, у нас в игре, ну, относительно часто может такое встречаться, что сила там двенадцатая, четырнадцатая, вот так может быть, конечно, в ближнем бою чаще это было, но, тем не менее, там двенадцатая, шестнадцатая сила, это всё, типа, встречается в игре, а вот ТАФНА, типа, девятая, это вообще, типа, редкость какая-то, вот, типа, и, соответственно, увеличение ТАФНОЙ, ну, логично, мне кажется, смотрится. Ну, посмотрим, посмотрим, потому что, так, это, ну, короче, та математика, которую нужно на практике проверять. Да. И наши разработчики, надеюсь, проверили нормально, что всё это работает. Ну, и последнее, это изменение ковра, его сильно упростили. А, транспорты, да, транспорты, извините, теперь высаживают после движения. Ну, и, как я рассказывал, типа, это, ну, действительно, прям, возвращение назад, когда было всё хорошо. То есть, это было возвращение буквально к временам Семёрки, типа, с транспорта. Ты тоже помнишь, что именно Семёрки на Восьмёрку поменяли, или всё-таки раньше? Семёрки на Восьмёрку? Ну, возможно. Семёрки на Восьмёрку поменяли. Там была зависимость от прохождения, ну, дистанции, но это неважно, короче. Суть в том, что, да, теперь у нас из базовой любой техники можно проехать и высадиться, а после этого нельзя чаржиться. Можно высадиться до, и тогда чаржиться можешь. Вот, ничего, правда, не уточнили про мув, типа, вот может ли ты муваться после высадки, ну, как бы, и до, и после мува техники. Можно ли муваться, не совсем понятно. Вот, но важно, что, например, возвращать то же, что уже у нас было. Это ассоутная рампа у, например, у ландака, позволяющая вам чаржить после выхода, даже после движения. Ну, и есть надежда, что, как это было тоже в Семёрке, что весь OpenTop транспорт то тем же самым правилом обладал. То есть, там какие-нибудь орочие труки, даркальдарские тазы летающие, вот это вот всё. Вот, это выглядит пока что прикольно. Ну, и плюс такие мелочи, например, что теперь все правила, которые действуют на технику, применяются к начинке, которая сидит за техники. То есть, например, вот эти вот модели, которая высовывается Марин с болтером и стреляет, Тихмара ему будет давать, типа, плюс ту хит, если он бафнет Риночку. Вот. Ну, причём они, как бы, обошли это таким интересным, возможно, даже в чём-то топорным способом. Всё оружие считается оружием техники. То есть, типа, Марин высовывается, стреляет из своего болтера, а это, как бы, стреляет танк его болтером, там, и вольт-ринг стреляет. Ну, кстати, вот в этот момент я, наконец-таки, понял, вот всё-таки всё, что до этого вы говорили, доводы были такие себе, то, что зачем ВС и БС было переносить в профиль оружия. Вот, типа, я всё ещё считаю, что с учётом того, что всё-таки можно было эти вот минус, плюс, ту хит там прописывать, я не всем понимал, нафига это надо, вот теперь понятно, потому что он у тебя всё ещё, как бы, считается профилем... Оружия. Оружия, да, вот, типа, это техники, но БС-то там прописано в оружие, и он стреляет по нему. Я считаю, что железно-бетонный довод в пользу такого вот идеи, и это, типа, хорошо сделано. Ну, и, наконец, нам возвращает какое-то вообще взаимодействие с юнитами, которые внутри транспортов сидят, а то в восьмёрке и девятке вообще-то просто не существующие на столе юниты. Их нет, как будто бы, там, в фаре мест как-то они пересекаются, и всё. Теперь прописали взаимодействие. Раньше Бентехмарин, сидящий в ринге, чинил эту ринку, и всё было понятно, а сейчас как-то, эээ, возвращают. Хорошо. Ну, и кавер. В тех ситуациях, когда это Мары или более лучший сейв в ковре, они не получают плюс один к своего. И есть разные типы, но они все различаются только тем, как именно они дают ковёр. В этом плане, там, типа, есть исключение два, которые дают только инфантри, а есть вещи, которые говорят о том, что, типа, находясь в нас или как-то ещё, главное, неважно, загорожен или нет, типа, всё ещё существует площадной террейн. Да. А всё остальное, типа, как-то загораживает, и всё уже... Да, но самое главное отличие теперь в том, что у нас, как бы, надо вам понять, что как считается теперь террейн, потому что некоторые, ребята, как считается этот бенефит от ковра, считается он достаточно, ну, просто в большинстве случаев, то есть, типа, если у вас стреляющий отряд, стреляет, ну, в какой-то, в другой там отряд защищающийся, то какие модели имеют ковёр? Те модели, до которых каждая атакующая модель не может, типа, ну, как бы, не может её видеть без препятствий в виде этого террейна. Всё. Если, типа, то есть, 20-30 бойзов стреляют в один отряд эгэшников, и там вот гвардеец стоит так, что только один из 30 не видит за счёт этой руинки этого гвардейца, или не полностью, ведь всё, у него есть от всех этих 30 ковёр, типа... Ну, конкретно у этого гвардейца. То есть, важно, что для атакующего юнита это смотрится целиком, но для защищающихся это смотрится помодельно, то есть, каждая моделька. И мне кажется, здесь у многих возникли проблемы именно в том плане, что всё-таки смотрят, ну, как же так? Теперь, значит, вот буквально у тебя на столе везде ковёр, потому что там где-нибудь обязательно какая-нибудь бочка валяется, и она всем перегородит. Но все смотрят не с той стороны. Нужно смотреть не с атакующего отряда, который получает, типа, да, ковёр этих стреляющих, а с моделей, которая в отряде за бочкой сидит, вот у неё ковёр, а стальной отряд без ковра будет. Вот она засела за бочку для того, и там не важно, сколько моделей могут её видеть, главное, типа, для неё упрощение, что она спряталась. Вот в чём смысл этого проекта. Ну да. Да и опять же, зависимость, как у вас засрать будет террейн, там типа учить, что у разного террейна по-разному немножко может работать. То есть, например, некоторый террейн требует, чтобы бенефит от ковра, находиться рядом с ним буквально. И если вы не находитесь рядом с ним, никакого ковра у вас не будет. Причём, кстати, что интересно, что некоторые недопоняли, но да, обскюр именно как сам таковой сохраняется. Он просто немножко по-другому выглядит. То есть, просто, если теперь вы стоите за руиной, просто за руином, за импринтом руины, не зашли в неё, значит, у вас есть обскюр. Опять же, и причём, там уже прописали, никакие окошки, ничего, это всё посрать, всё обскюр, это всё, типа не может никак стрелять, никаких там окошек нет, типа считаешь, что в такой ситуации. Вот, что интересно, но и появилось одно новое, что прикольное для руинок, что если ты находишься на втором этаже, или выше, естественно, обскюр у тебя нет. 33-го у классических руинок. это старый, да, но форматный с первого, всё-таки, ну, со второго, точнее, считается. Ну, конечно, 6 дюймов. 5. И правило, собственно, как работает, если модель у вас стоит на втором этаже, они получают бенефит, от ковра, просто, в смысле, плюс кармору, но они не получают, естественно, обскюра, но самое главное, они получают плюс 1 АП на стрелковых атаках, по тем, кто стоит ниже, типа, это прикольно. Ну, такая забавная правила, посмотрим, как оно будет работать, вот, но самое важное ещё, что всё-таки, лайт кавер теперь, ну, он теперь просто кавер, да, он даёт тебе плюс к сейву, но вот это, да, пропадает немножко, что, наверное, всё-таки плюс, что у нас, во-первых, мары были, ну, типа, в втором арморе стояли в руинах, или терминаторы в первом, типа, стояли. Теперь этого нет, ну, по крайней мере, этого нет от атак, типа, с нулевым АП, что хорошо. Ну, тем не менее, это, как бы, так или иначе будет работать, то есть, в многих ситуациях, возможно, играя за определённую армию против определённого противника, вам вообще, в принципе, можно будет игнорировать террейну, в плане, идти через него, не пытаясь там в него как-то прятаться, потому что, если у противника куча атак с нулевым АП, то кавер, он уже практически перестаёт что-либо давать, и нет смысла в него залезать. по факту, все будут всё равно залезать, я помню, как это было в пятёрке-семёрке, когда ты такой, что-то лезешь в ковёр, вы выясняете, ковер есть, ковер нет, а вот такие, а зачем мы это делаем, всё равно ты будешь кидать армор свой. Там раздельное, типа, сейф армор, сейф ковёр был, и армор, естественно, у тебя лучше. И такие, да, действительно, что мы с этим ковром тут выясняли, и так тоже будет. А потом, ай, да, ты же всё равно... Вот. Но работает, мне кажется, просто. Возможно, конечно, это выглядит пока прям сильным переупрощением, потому что буквально ковёр теперь даёт только одно. Ну, там появилась-то и пара свойств для руинок, но по сути, типа, что одно, то что он даёт просто армор. На фоне предыдущего, конечно, это бедновато, но с другой стороны, девяточный ковёр может в жопу идти, потому что максимально они закрутили систему в плане того, что они открутили до кучи трейтов, кучи типов террейна. В итоге, на самом деле, все использовали только лайт-кавер и реже этого дэнс-кавера, а Дифигл Граунд использовали ещё реже, типа, а там какие-нибудь хэви-кавер, вот это всё там как-то такой, да, какой там, ну, всякие сет-то-дефенс, поэтому тоже никогда не работали. Короче, такое себе, я этому рад. А ещё, значит, вспомнил рандомный момент, что там гвардейцы, мы приводили в пример, а гвардейцы чем закрываются своей любимой фортификацией, которые... лайт-дефенс-лайн, и многие у нас её любят называть АЕГИС, но знаете, почему её правильно называть будет ИДЖИС, не потому что так правильно произносится, нет, потому что если вы попытаетесь на телефоне ввести АЕГИС, то автокоррекция попытается исправить его на слово ПИСЁН. Можете вот прямо сейчас проверить и попробовать написать, он реально исправляет на слово ПИСЁН. Поэтому, как бы, я и говорю ИДЖИС, просто чтобы... Никто не подумал, что я говорю про ПИСЁН. А то вас исправят что-нибудь. Да, можете в комментариях сейчас писать ПИСЁН, ПИСЁН, я знаю вас в начале, а может он не будет пропускать, поэтому пишите АЕГИС, 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 мы сразу поймем, о чём речь. Ну или ПИСЁН, можете попробовать и то, и то, какой комментарий пройдёт, типа интересно просто. Да. Не выспрашивайте, Михаил вернётся рандомным фактом в следующий раз. Итого, те новости, которые вышли за эту неделю по десятке, в целом нас радует. Есть куча вопросов, опять же, как модели видят другие модели. Сейчас непонятно. То есть там люди уже начали рисовать схемы, типа вот здесь видят, а здесь не видят. А, например, если всё ещё смотришь с любого пикселя модели, это один вопрос. Если там с подставки, это другой вопрос. А может там от любой точки, вот сейчас, например, у нас как привыкли, что, например, в многих ситуациях там киризмерения, когда ведутся, они идутся от любой точки вашей базы, до всей базы противника. А можно и сделать, что от любой, ну точнее, от всей базы модели до всей базы модели противника это тоже будет отличаться от современного, типа как это сейчас работает. И тут надо будет как бы смотреть, поэтому, конечно, не совсем понятно. Но пока, пока, пока нравится то, что показывают. Ну, по крайней мере, оно выглядит интереснее, чем в девятке. По большей части некоторые штуки вызывают опасения, потому что, понятное дело, где-то могут быть дыры, но пока выглядит круто. Это особенно к комментаторам, всех мы вас видим. Вот кто там писал в комментариях, типа, а чё я не ходил все времена, чё ему не нравится? Жопой, что ли, слушаешь, как бы, алё, 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 не в ГВ звоню, а тебе рандомный комментатор. Ты слушаешь эти выпуски, которые мы записываем про колбасятину? Вообще, вот мне интересно, там рассказываем тебе? Или вот сейчас мы рассказываем, такие нравится, вообще круто, ну выглядит круто. А вам что-нибудь нравится? Мамка твоя, ладно, простите. Тоже, уважаемая женщина. Ну ты прям напрашивалась. Вот, короче, не знаю, выглядит пока круто. То есть, типа, при том, что, как бы, вы знаете, мы догадаем по, по этот, по песочить ГВ, но в данном случае пока что выглядит круто. Возможно, это единственный тут факт, что, что, ну девятка уже просто стыклила так, что уже просто, да, низкая база. Ну да, ну да, даже ладно, она не то, что надоела сама девятка, ну вот по мне, реально, это худшая редакция, все равно, с которых я играл. То есть, типа, есть сайдовые вещи, которые делают ее получше, немного, то есть, она в корной своей механике, всратая, как по мне, плюс, что вытягивает сильно девятку, это постоянно эти обновы. То есть, если бы не было вот этих обнов, она была бы говно полная. Это, наверное, вообще была самая плохая редакция. Но, например, та же семерка, вот прикрути и те же обновы, которые сейчас есть, балансные, семерка была бы куда-то веселее, типа, чем она вот, ну, была тогда, и чем девятка, тем более уж сейчас, типа, вот, так что, поэтому, нас так, этот штормит по поводу десятки, хочется в нее уже, как бы, играть, и, собственно, скоро мы, видимо, узнаем уже очень много подробностей, потому что, как раз на этих выходных же будет, Warhammer Fest проходить, и там люди будут играть в первые пробные, собственно, эти, ну, пробники вроде какие-то, посмотрим, что там будет, и, скорее всего, очень сильно потекут правила вот в этот момент, то есть, а это будет в эти выходные, буквально, вот, так что, я думаю, следующая неделя у нас будет себя посвящена еще более активно правилам девятки, десятки, девятки, десятки, плюс-минус. Держитесь, друзья, осталось совсем немножко. Да. Возвращаясь к более, к менее, более-менее, более-менее, хайпенном, систему, в Ереси, наконец-то, приходят имперсы, в качестве гвардии, есть нюансы. Говорят, что их задизайнили так, чтобы можно было играть вообще чем угодно, какими угодными минками. Хотите, вот, гадию свою взять и срать, пожалуйста, а может, вы каких-то конверсий из гномов, пожалуйста, а может, у вас там целое поле мардианцев каких-нибудь, не вопрос. Михаил, очень, я просто ору с этого, ору, давайте, давайте, вот сейчас, вот прямо мне попробуйте доказать еще раз, что Ересь это историчка, вот на этом фоне. Я вот посмотрю, как вы будете доказывать, что Ересь это историчка, когда ГВ сам опыта, а смотри, до конверсии ты можешь использовать битсы от кадеанцев. А откуда? Не существовало такого марка брони, не было такого армора тогда. А как? А как? Ты не понимаешь, это другое. Это другое. То есть, типа, ортодоксальные ЕСи-воды приравниваются на что, к ЖВшникам, что ли, что я не понимаю, типа, возможно, да. Я просто не понимаю, то есть, если кто-то сможет нормальное объяснение придумать, ну, типа, можете кекное придумывать, типа, какой-то, но просто вам ГВ говорит, ты вот, ты с говной балкой можешь лепить себе, пожалуйста, модели, типа, не существовали они, из культистов, там, еще-еще, ну, я, культист, хоть как-то, но давайте, вот оправдайте мне, криговцы и битцы я буду использовать. Как? Не существовало тогда крига, мм? 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 Не было тогда, не было вот этого Люксус Паттерна Лазгана, вот откуда, откуда-то он высрал его. Темные эротехнологии, а у меня так же мары взялись, и все. Та-та-та-та-та-та. Шахмат-аметисты, переиграли вас и уничтожили, как дешевок, вот так вот. Ну, короче, я просто ору с этого, но второй есть момент, с которым я поору, уже могу не в веселом ключе, а в опять негативном, да е... ну, выпустите вы демонов, ну, типа, камон, у вас фракция, для которой до сих пор вот это вот, типа, вот это куцик говно вот это сделали, но вот он, зато гвардейцы, нате, держите. Не, ну, спасибо, с другой стороны, из-за которого не выпустили к демонов, вместо того, чтобы выпустить полноценно. Зачем? Просто вот на кой? Я, да, не понимаю я этого. Так что, короче, все еще. Ну, и отдельные, честно говоря, правила ереси, после того, как пошли первые партии, я, у меня мозг подломался, мальца, потому что я не понял, как можно было сделать, имея хорошую базу, все-таки, кто скажет, что нет, ну, вы можете и не верить, хорошую базу в виде семерочных правил, все-таки, которые уже, ну, мое мнение, лучше девяточный, в корне, в смысле, версии, не с апдейтами, такими всякими, такого странного там навертели, что просто я такой, типа, мое, конечно, любимое недавнее открытие, что мы недавно тут выяснили, что байкер не может присоединиться к подряду инфантери моделей, и, типа, вы скажете, а чего он должен, а чего он не должен, мне вот объясните, почему пеший чувак не может байкером присоединиться, ну, да, у них разный муф, и что, но с разным муф он двигается, конечно, и лучше, это чарктеры на этих, скимитарах, скимитарах, джетбайках, которые могут присоединиться к одному отряду в игре, может, конечно, их там где-то еще у кого-то найдется, не знаю, монголов и свои, я не уверен, не эксперты в этой игре, но, типа, почему, почему, почему мужик на джетбайке не может присоединиться к байкерам, обычно, например, хотя бы, это все равно, знаешь, типа, сейчас выйдут новые правила, вот эти, у нас на 40, да, и у даркангелов есть этот именной мужик на джетбайке, всем, как его зовут, Самоил или кто там он, короче, гей в Балахоне на мотоцикле, и такие, ГВ такой, ну, он не может никому присоединяться, почему, потому что он на джетбайке, он не может, у вас есть там целый ревен-винг, но никому он присоединиться не может, гениально, почему, не знаю, вот так вот, ладно, теперь вы правы, Михаил бомбит опять, потому что я не понимаю, зачем это сделать, тупые, короче, некоторые правила, прям, Вархаммер, Вархаммер, Ферси, Хорос, остановись, не, вообще, на самом деле, как всегда, как любая редакция ВАК, как любая редакция Ереси, видимо, такой рак вырезает, чего, я уверен, десятка, на самом деле, выйдет, и он пойдет в какие-то моменты, было смысл в этом решении, просто мы не, я не знаю, пишите, исторически, байки проезжали мимо плебса пехотного, вот, и все. Ну, вот это просто, ладно, я просто пример могу привести, типа, вот у вас, смотрите, поле боя, да, высаживаются там космодесантники, они попадают в засаду, их начинают хреначить, значит, там какие-нибудь, там не знаю, кто их там, трейтеры, их там стреляют, и там, например, все начинают умирать, и остается один капитан, и как бы, вот как в старых выглядело, приезжают, такие, бам-бам-бам-байкеры, быстро на помощь, все-таки закрывают с собой, капитана надо все-таки спасти, ну, сдохнет капитан, обида будет, как бы, грустняшка, вот это все, и они такие, спасают его, закрывают с собой, там, они все отступают, постепенно там, отстреливаются, все такое, круто, сейчас такие, байкеры, мы пришли на помощь, капитан такой, ау, и его просто застрелили, я не понимаю, короче, странно, вот, что, и к новостям, вахапедия, смотрите, друзья, уже прикручен последний баланс, датслейд, так что, неделька заняла, делайте ставки, сколько ГВ, это будет десятки своей приложухи делать, обновлен инфолист, командара Данте, а также, агенты Империума, получили экзекшн сквад, имперские кулаки, не настолько крутые, как говорилось, сообщалось, в новостях, да, подобие, или вообще, от любого движения болтера, да, вот такие, вот, новости, на этой неделе, а также, важная штука, которую мы хотели с вами, друзья, поговорить в конце, это список наших экзалтед чемпионов, лучших людей галактики, друзья мои, смотрите, 25 нижней подчеркни, 0,1, Ви, Суворов, нижней подчеркни, ДМ, Тим, Миронов, Капуста, зуб, которого я называл Короста, все время прести, да, Александр Пант, Александр Малы, напоминаю, что обрезает нам бусте фамилии, Александр Арестов, Шах и Мат, Аметист, Аметист, Алекс Соболев, Омега, друзья, спасибо вам большое, что поддержите нас, сверх меры, нам это очень важно, ну а на сегодня это все, берегите себя и свои именечки, пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok